Борис Ельцин 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 В это время. Вы сожалеете об этом сегодня? Сожалеете о том, что больше нет этого дома? Может быть, в контексте перестройки сегодня это было бы местом паломничества? Ну, во-первых, местом паломничества сейчас бы не было, поскольку... Еще пока не было, поскольку Свердловки, Свердловская область закрытые для посещения иностранцев. Это первое. Второе, да, я считаю сегодня, что не было необходимости сносить его. Да, ну да, конечно. Русское пьянство... Я так и сказала. Это своего рода наша национальная религия. Это явление, скорее, психологическое. И причем я... Это правда? Это действительно национальное явление пьянства в России, в Союзском Союзе? Пьянство, но не алкоголизм. Это я различаю. Да, можно так сказать. Действительно, очень трудно жить тоже, когда вы живете вот как вы, как изгнанник, когда как ваше сердце осталось на родине, в вашей стране, которая фактически вас изгнала в данной степени. Да, конечно. Конечно, я был русский человек, остался им и никогда не стану западным человеком. Меня, когда меня выгнали из России, мне было 56 лет. Разве можно в 56 лет измениться и приспособиться и стать к условиям, западным условиям жизни? Конечно нет. Поэтому я оказался в дектормонии в безвоздушном пространстве. Я потерял родину, запад не стал моей родиной. Теперь я обращаюсь к вам, господин Гельцин. Итак, в целом, в вашей политической карьере, может быть, вы обязаны многим, практически всем Брежневу? Может быть, он где-то выделил вас? Нет, не думаю. В то время он был уже не способен ни выделять, ни отбирать, ни раздвищать хорошее от плохого. Ах, даже так? Даже так. Он был совершенно индифферентен и не способен руководить государством в то время, когда меня избирали первым ситаревым обковом. Да, но тогда что ж, получается, что Советский Союз им и руководил такой старик в течение скольких лет? А у нас же постоянно вообще лидеры умирают. Да, но почему вы не хотите быть частью или не хотите войти в эту номенклатуру горбачевскую? Почему вы отказываетесь от привилегий? Когда я стал в составе Политбюро два с лишним года, я убедился, насколько это безнравственно, особенно по отношению к своему народу, когда 48 миллионов человек живут ниже черты бедности. И эта царская роскошь членов, кандидатов членов Политбюро, секретарей ЦК просто поражает. Да, но такое впечатление складывается, что мало таких политических деятелей, как вы, которые в Советском Союзе отказываются от привилегий. И вы даже довольно-таки сурово описываете Горбачева как человек, который обожает привилегии, которые коллекционируют дачи, например. Ну, я от последней привилегии отказался как раз перед отъездом сюда, от служебной личной машины в Волге. Это последнее, что меня связывало, письменно написав в Верховный Совет СССР. К сожалению, никто действительно примеру не последовал, хотя от привилегий я отказался больше года тому назад. И семье приходится довольно тяжело, поскольку привычка есть привычка. Но все-таки удалось добиться создания комиссии Примакова по привилегиям. И, конечно, она, думаю, будет работать столько, сколько будет жить Примаков, поскольку он всеми привилегиями пользуется. И, наверное, придется все-таки потом эти привилегии экспроприировать народом, а не ждать, когда решит комиссия Примакова. Да, ну тогда что ж, чем больше вы отказываетесь от привилегий, тем больше народ вас любит, и тем больше вас ненавидят ваши коллеги. Да, вполне естественно. Особенно аппарат. Особенно аппарат. Партийный, государственный, против которого я выступаю. Я, конечно, поражен, что в этот момент как раз аппарату повысили заработную плату в полтора-два раза. Это вообще чудовищно. Когда мы не можем найти 10 рублей, чтобы добавить пенсию к 70 рублям, стипендию и прочее. Да, но, в общем-то, ваш шанс в чем заключается? То, что ваши коллеги, депутаты, то есть они не отказываются от привилегий? То есть если бы все отказались от привилегий, может быть, вы были бы менее популярны в Советском Союзе сегодня? Да, речь не о популярности идет, а о принципах, о нравственных принципах, а не ради популярности. Это мой нравственный принцип, я иначе не могу. А то, что все-таки вот поколение такое, которое растет вот 30, 35, 40 лет, даже вот членов Верховного Совета, народных депутатов, это уже поколение такое, которое не хочет иметь привилегий. А моего возраста руководители с ними расставаться не хотят, потому что просто не могут. Итак, правильно ли, прав ли, Борис Ельцин, отказаться от своих привилегий, вот представить себя таким руководителем, который не пытается пожать плоды, что ли, своего доминирующего положения? Ну, это его личное дело. Но с социологической точки зрения это шаг бессмысленный. Общество, в котором нет привилегий, нет иерархии распределения, развалится в течение нескольких недель. Это все равно как армия, в которой генералы питаются как солдаты и выполняют те же функции, что и солдаты. В обществе наличие иерархии распределения – это нормальное явление в обществе. И привилегии, суть нормальные, социологически нормальные. Это отказ от них, это производит сильное впечатление на массы. Конечно, конечно, и будут все кричать «Ура!» Но это производит впечатление только как исключение. Как исключение, когда один человек или несколько человек хотят завоевать симпатии масс. Но когда крупный политический деятель совершает такой шаг, я могу только сказать, что это свидетельствует о, скажем, полном непонимании закономерностей общества, в котором он живет. Есть объективные социологические закономерности – я говорю вот лично, это производит все впечатление, вызывает восторги масс. Но я могу сказать, Борису Николаевичу везет, что его выбросили из системы власти, но если он добьется победы и станет, так сказать, во главе государства или какой-то части государства, это будет, так сказать, его самым большим несчастьем. Тогда он вынужден будет вести себя как политический деятель, как руководитель страны. Посмотрим, когда так он поступит. И что из этого получится. Категорически не согласен. Пожалуйста, объясните, почему вы не согласны? Потому что господин Зиновьев не знает, что такое привилегии самой высшей номенклатуры. Почему не знает? Не знает. Не знает. Он не знает, что у Тетчер два человека охраны, а если Горбачев едет, то 200 человек охраны. Это что? Необходимость? Необходимость иметь четыре дачи и их построить за четыре года перестройки? Вот где нравственное начало. Человек, который руководит государством, он должен нравственно чист. И у него излишества, роскоши, да еще не за свои деньги, не заработанные, а за деньги народа построенные. Это безнравственно. Поэтому буду там я кем-то, значит, все равно позиция моя будет такая же. Мало того, я в программе написал вот сейчас, предвыборной, при выборах в России, что если действительно так сложится судьба, то одним из первых законов Российской Федерации будет ликвидация этих привилегий, привилегий излишних, незаконных. Но ваши враги вот сегодня, это кто фактически? Это номенклатура, это привилегии, это бюрократия. Но если все это аннулировать, то тогда что ж, получается, что вы атакуете партию? Да, и партию тоже. Можно высказывать любые программы, морально красивые, но политика не может опираться на моральные принципы. Я это говорю не как политика, как аналитик. Другого пути не существует. Борис Ейтин, вы согласны с таким пониманием? Я не думаю. Нет. Я так и понял. Александр Зиновьев, вы одновременно опубликовали роман под названием «Катастройка». Четкое название, все понятно. Это такая зубастая сатира на перестройку. Значит, мы в городе под названием Портград, который вы придумали, который стал как бы прожектором, моделью перестройки. И тут все происходит очень важное, и вызывают различные события и в партии, и в церкви, и у могильщиков, у сумасшедших, у полицейских, у торговцев. В общем, это вызывает огромное потрясение. Эта сатира жесточайшая перестройки. Но ведь одним из явлений перестройки является то, что происходит сегодня, если бы не было бы перестройки. Вряд ли бы вы сидели здесь друг против друга. Господин Ельцин не имел бы возможности приехать сюда и говорить с писателем, который считается отщепенцием. Это все-таки неплохо. Это результат перестройки. Ну, что вы хотите сказать? Что я должен быть счастлив от того, что я сейчас сижу и могу видеть господина Ельцина? Ну, не случилось бы это. Ну, что вы думаете? Я ходил бы и плакал. Ах, какое горе! Не увидел такого человека. Ну, это же несерьезно. Понимаете, все зависит от того, как понимать перестройку. Что такое перестройка? Что такое перестройка? Я во всех моих книгах обосновываю следующий тезис. Перестройка не есть прогресс. Не есть обновление общества. Это болезнь общества. Это кризис. Кризис. И выходом из перестройки может быть только контрперестройка. Выходом из болезни не может быть продолжение болезни. Ничто не может быть перестроено. Это совсем явление другого рода. Совсем явление другого. Более того, наличие политических партий это явление капиталистического общества. Ни в каком другом обществе этого явления нет. Вы можете допустить в Советском Союзе тысячу партий. И все они выродятся в политические мафии, а не в партии. В структуре общества, в структуре народа нет никаких оснований для партий. О партиях можно поговорить и прочее, поскольку их нет. Но создайте их, вы увидите, что из этого получится. Когда господин Ельцин говорит о том, что нужно ускорить перестройку, вы считаете, что он хочет ускорить болезнь? Он хочет ускорить болезнь. Ускорить болезнь. То есть приблизить страну к смерти. Только из всего. Все зависит от того, что считать нормальным состоянием коммунистического общества. нормальным состоянием коммунизма является. Состояние, которое было при Сталине и при Брежневе. Горбачев ввергнул страну в кризис. Борис Ельцин, вам нужно теперь как бы оборонять, защищаться и обратиться к французским телезрителям. Ваша перестройка, которую вы хотите ускорить, которую вы хотите придать более радикальный, быстрый характер. От кого? От кого он не обороняется? От человека, который отстал? Нет, я не собираюсь обороняется. Я собираюсь наступать. Но меня несколько удивляет, что нет, в общем-то, программы, которая была бы отличной от горбачевской программы. Например, вы не высказываетесь по национальному вопросу. Думаете ли вы, что Литва может завтра стать независимой, или, может быть, нужно все-таки укреплять федеративный состав? Вы не говорите об экономических проблемах, следует ли отказаться от планирования полностью, или, напротив, нужно сохранять более такие крупные элементы по сравнению с сегодняшним днем. То есть вы не предлагаете каких-либо решений, вы описываете общую перспективу, и, в общем-то, не создается такого впечатления, что вы действительно против, выступаете против Горбачева относительно политического, так сказать, основы, как в области международной политики, так и в области экономики. Чувствуется, что вы доверяли Горбачеву как человеку, потом отношения ваши ухудшились, и такое впечатление, кстати, так происходит в нашей соцпартии, это скорее конфликт между личностями, чем между программами. Вы пишете на одной странице, здесь 14-й, мне кажется, что если бы Горбачева не было Ельцина, ему пришлось бы его придумать. И действительно создается такое впечатление, что Горбачеву нужно где-то слева от себя иметь Ельцина, который говорит, давай быстрее, быстрее, и кого-то справа, то есть Легачева, который говорит, нет, давайте тормозить, тормозить, тормозить. То есть фактически вы где-то служите ему, служите интересам Горбачеву, да, и где-то фактически лучше всего вы ему послужили, когда вы вышли из политбюро, когда вы начали действительно лупить консерваторов, открыто. Да, на начальном периоде оно так и было, действительно. Для того, чтобы Горбачеву показаться демократом, ему надо было выслушивать какую-то критику. Это демократ тогда. Но дальше уже изменилось, когда дальше уже пошло дело о серьезных вещах и серьезных разногласиях, о которых мы спорили на политбюро, и я в связи с этим вышел из состава политбюро, тогда обстановка изменилась. Тогда уже так применять такую формулу уже нельзя. Он сейчас не то, что я ему нужен, он сейчас меня просто боится. Народ теряет терпение. И вполне может случиться, если не будет каких-то действительно реальных изменений в сторону улучшения жизни, уровня, значит, народа, люди выйдут на улицу. Критическая масса недовольства сейчас достигает уже предельной отметки. И вполне возможно, это вариант стран Восточной Европы. Да, но в таком случае вы говорите сейчас, что народ может скинуть Горбачева и вас, так сказать, поднять наверх власти. Потому что вы очень популярны. Если бы сейчас провели опрос, если бы все советские люди голосовали, у вас были бы все шансы быть избранным. Нет, я об этом о себе не говорю. Я говорю о том, что народ действительно возьмет власть и поставит тех, которые, так сказать, нужны сегодня, более молодые, более энергичные, те, которые могут спасти страну. Так, теперь относительно популярности Горбачева на Западе. Почему? Почему Запад аплодирует Горбачеву и почему Запад аплодирует Ельцину? Почему? Очень просто. Что вы думаете? Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты и так далее? Ничего подобного. Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Горбачеву похлопывают по плечу и Ельцина похлопывают по плечу, поскольку думают, что они разваливают коммунистическое общество. Они говорят, действуй, Миша, мы тебе поаплодируем, а они рады стараться. Понимаете? Много партий, понимаете, парламент создадим. Бессмыслится все это. Это все, так сказать, игра на Запад. И даже в коммунистическом обществе это все абсолютная чепуха, абсолютно бесперспективная. Конечно, будут это самое, и госпожа Тэтчер говорить, хотела бы такого человека, как Горбачев, иметь у себя в кабинете и так далее. Посмотрел бы я на нее потом, что бы он сделал в ее кабинете. Понимаете? Единственное, Западу, Запад, как только Запад увидит, как только Запад увидит, что из Горбачев и ему подобные, не разваливают советское общество, а выходят из кризиса, кончится здесь слава Горбачева, и на него обрушат, будут лить потоки грязи. Помяните мое слово. Помяните мое слово. Да, но в таком случае нужно было, так сказать, сохранить старый режим, где железной рукой Советский Союз управлялись, где не было никаких свобод. Я не политик. У меня нет никаких программ. Я ничего не предлагаю. Я исследователь. Я констатирую, что есть и делаю прогнозы, что будет, что будет, что будет. Я вам абсолютно точно скажу, как исследователь. О брежневском времени будут вспоминать, как о золотом веке советской истории. Вот что будет. Это я говорю, как ученый. А все эти программы, парламент, множество партий, даже еще социал-демократические партии. Люди, которые даже не знают, что такое социал-демократы. Вспомните, коммунистическая партия Советского Союза была социал-демократической партией. Мало ли, как можно все это называть. Все это кончится. И тогда Запад, тогда Запад перестанет аплодировать Горбачеву. Но, если Горбачеву и Иже с ним удастся развалить советское общество, в конце века он будет назван человеком века. Его назвали человеком года, человеком десятилетия. Он будет тогда человеком века. не Ленин, не Сталин, действительно личности эпохального масштаба, а ничтожный партийный аппаратчик Горбачев станет человеком века. Вот почему Запад аплодирует. Подготовлен закон о печати. Правда, мы подготовили альтернативный проект закона о свободе печати средств массовой информации. Это было бы более, так сказать, отвечало бы сути вопроса. При принятии этого закона снимается главлит, снимается цензура и тогда возможности, конечно, будут значительно больше. Солженицына печатают без всяких законов. Войновича напечатали, Аксенова напечатали, даже Лимонова напечатали. Понимаете, без всяких законов. Теперь законы будут печатать. А мне мои книги надо печатать, они не законы. Причем тут законы? Законов напечатают много, 10 томов, красивых законов, или плохих, или хороших, а книги все равно не напечатаны и остаются. Ну что ж, будем надеяться все-таки, что когда господин Ельцин вдруг действительно станет номером первым в Советском Союзе, он будет поощрять публикацию трудов Сомневаюсь. Я не претендовал на это и еще раз говорил. Сомневаюсь. Об этом не было речи. Да, я просто хотел задать прямой вопрос. Хотите ли вы, господин Ельцин, заменить Горбачева и стать номером первым в Советском Союзе? Нет. Почему? Потому что будущее за Россией. Так. Россией. На русском языке наш дом выпустил катастройку. Могу вам подарить? Вы, может быть, завтра? У меня есть. Мне не надо. Подарите другому. Хорошо, хорошо. Да, ну, трудно с вами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok